Погоду вести не поле перейти. Пятеро финалисток телепроекта «Выбери себе погоду» достойно прошли все испытания реалити-шоу и понравились жюри. Приятная внешность – это, конечно, хорошо, но, согласитесь, иногда бывает и так. Стоит девушке открыть рот, как вся красота куда-то мгновенно исчезает. Так вот, чтобы избежать такого фиаско, будущие ведущие прогноза погоды обучаются технике речи. Каждый актер, диктор, журналист, если он решил посвятить себя этой замечательной профессии, должен владеть хорошей дикцией. Она основана на правильной артикуляции, и в этом большое значение имеет массаж и лицевая гимнастика. Благодаря ей наш речевой аппарат просыпается, более подвижен и снимает зажим с наших голосовых связок. По словам Татьяны Гомонюк, большие трудности у всех желающих стать телеведущими, как правило, вызывает постановка дыхания. Диктор должен дышать легко и только грудью, поясняет педагог. Новички же по привычке тяжело и громко вздыхают, избиваются, когда приходится много говорить. Однако еще 10 занятий и ведущих можно смело выпускать на экран, добавляет Татьяна Гомонюк. Мы только начали с ними заниматься, и когда я ознакомилась с ними, впечатление у меня было приятное, хорошее. Особых таких речевых дефектов я не нашла, но это очень хорошо. Ну и нужно научиться мыслить логики речи. Упражнения достаточно сложные, но мне они даются легко, наверное, потому что я раньше занималась этим, когда пела. И эти же упражнения на дыхание, это мне все знакомо. Но, как говорится, повторение – это мать учения, и это никогда не будет лишним. У нас очень замечательный, очень опытный педагог с многолетним стажем работы на телевидении. Оценить дикцию новых ведущих можно будет уже в конце февраля. Именно тогда девушки начнут вести прогноз погоды. Юлия Васильева, Денис Мазин, Сергей Обалмасов. Телекомпания «Регион-45».